Привет, девчонки! Мой бьюти-карантин начинается с похода в стоматологию, и это не шутки. Восьмерки не дают мне покоя, странная вещь. Зубы есть, а мудрости нет. Кстати, расскажите, как вы ощущаете ли нехватку ухода за собой во время карантина? Я нет, потому что делаю все сама. А что я делаю сама, расскажу и покажу сегодня в видео. Ну что, девчонки, начнем мы с пилинга. Пилинг я делаю кислотный, фирма у меня Organic Zone. Советую наносить какой-то кисточкой, в противном случае ваши пальцы будут красными, будут щипать, будет не совсем приятно. Зачем это вам? Камера, конечно, отлично подчеркивает все мои пятна. Вот это и кажется ужасно красным, но это всего лишь пятна, и в жизни не такие уж и красные. Ну что, пилинг нанесли. Как-никак утро. Я помыла голову. Пойдемте кофе заварим. Ну что, вот такой результат. Совсем я не красная. Далее я приступаю к небольшой чистке, в этом мне помогает полотенце. И такой инструмент с кольцом, которым я выдавливаю какие-то очень-очень глубокие подкожники, которые вот прям глубоко, не на поверхности. Я прижимаю полотенце, теплое, очень теплое. И вот такими движениями слегка прохожусь. Вот это вот кольцо помогает в основном мне на зоне скул, потому что здесь обычно у меня жировички скапливаются. Ну и вот, собственно, мое лицо после чистки. Не скажу, что оно сильно красное, да, немножко красноватое, но это быстро сойдет. После чистки обычно я делаю какую-то успокаивающую маску. В данном случае хочу сделать альгинат, но от Рише. Очень понравился мне данный вид масок, потому что он отлично успокаивает и супер увлажняет. Единственный минус этой маски это в том, что она очень быстро схватывается. Ее нужно прям максимально быстро, то есть размешиваете и сразу наносите на лицо. Иначе она склеится, сожмется и дальше вы не сможете работать вообще. Конечно, выглядит оно очень странно и смешно, но оно реально очень классно увлажняет, подтягивает. Ну что, время прошло, снимаем. Ну посмотрите, какой блеск, посмотрите, как кожа сияет, просто волшебно. Теперь беру тоник и протираю лицо, чтобы избавиться от остатков маски. Дальше увлажняю кожу и область вокруг глаз. И в завершение брызгаю тонером на лицо. Ну что, я очень довольна результатом моей насыщенной увлажненной кожи, а пока расскажу вам, что у меня там с мудростью и с зубами тоже. Ну что, вышла я в консультации стоматолога, хирурга. Могу сказать, что не обнадеживающие вещи она мне сказала, надо мне удалять восьмерки нижние с распиливанием. Та-да-да-дам. Добрый вечер, я диспетчер. Вам нужен друг на вечер. Блин, ребят, поделитесь в комментариях, кому удаляли восьмерки. Как вы с этим справлялись? Я ужасно боюсь. Несмотря на то, что я дочь стоматолога, стоматологов-врачей я не боюсь, а вот хирургов опасаюсь. Кстати, что по маникюру будем решать? Да вот она я. Вот мой маникюр. Все защитное. Начинаем. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мой маникюр закончен. Выбрала я от себя такой серый оттенок. Хотела черный, но решила, что все-таки разбавлю немножко серостью. Очень долгое время ходила с овалом, но почему-то сейчас перешла на жесткий квадрат, и мне прям очень нравится. Ку-ку. Скажи всем ревиата. Это мы любим, это мы любим греться. Особенно как пострижем, надо сразу пузо греть. А у нас-то дали воду, поэтому мы идем краситься. Как видите, корни у меня уже отросли. Сейчас на естественном свете отлично видно вот эту границу между моим цветом и окрашенным. Крашусь я в достаточно темный, темно-коричневый цвет под номером 3, но он очень похож на черный, поэтому идем подкрашивать корешки. Салон на дому продолжается. Ну что, мы с вами переместились в ванную комнату. И с чего начинаем? Во-первых, с перчаток. Обязательно перчатки и обязательно кофта, в которой вы краситесь. Я крашусь в специальной кофте, которая предназначена для окрашивания, потому что она уже вся замарана, когда я красилась. Мне понадобятся весы, потому что я крашусь отдельно оксидом и красителем, а не краской в упаковке. Оксид. У меня 3% эстель. Храню я его обязательно вот в таком положении, чтобы весь кислород выходил, не попадал, потому что если попадает кислород в оксид, то он пропадает и перестает действовать. Поэтому перед тем, как я закрываю баночку, я выпускаю весь воздух, переворачиваю и храню в темном месте. Также мне понадобится моя краска. Вот так выглядит упаковка и мне хватает одного бутылька на 2 раза, потому что я подкрашиваю только корни, немножко заходя сюда, чтобы смягчить границу. Всю длину волос я крашиваю где-то раз в год для того, чтобы выровнять цвет, который подсмылся за этот год. И последнее нам понадобится капсула. Я использую от эстель, называется хромоэнергетический комплекс. Вот так тут все было красиво упаковано, стояли капсулки, но они у меня все провалились внутрь. В общем, по-русски говоря, это защита. Крашу себя на чистый волос. Обязательно раньше красилась на грязный, но узнала лайфхак о том, что если вы краситесь на грязный волос, особенно если у вас жирная кожа головы, то половина краски просто не впитывается. Потому что краска начинает очищать вашу кожу головы от этого сала, также очищает структуру волос от грязи и цвет не успевает попадать в чешуйки и окрашивать его. То есть он так на поверхности только остается. И буквально через пару раз мытья головы у вас краска начнет смываться. Я ношу основной оттенок на корни и чуть-чуть вот так растягиваю. Все равно потом, когда вы начнете перекладывать сюда пряди, он будет пропитываться и захватывать большую площадь. Поэтому сильно сюда не пытайтесь зайти. Небольшой экскурс в мое прошлое, а вернее в подростковую реальность. Если вы не подписаны на меня в инстаграме, то обязательно это сделайте, потому что я часто делюсь своими фотографиями из детства или лет так с 15, где я в разных цветах и рассказываю о том, как у меня этот возраст проходил. Так вот, красилась я в блондинку и никогда бы в жизни не подумала, что буду брюнеткой, потому что тогда было популярно именно светлое окрашивание. Я была достаточно светло-русой тогда еще. И я пыталась осветлить этими способами свои волосы в домашних условиях. В этом мне помогала мама. Мама не была против моих изменений. И я красилась в блондинку. Естественно, это блонд был вообще не блонд, а какой-то желтый птенчик. Выглядело ужасно, но я была безумно счастлива от того, что я хоть что-то изменила, и я вот настоящая блондинка. Потом на меня сильное впечатление произвел фильм «Оторва», где главную героиню перекрашивали из блондинки в шатенку. И я под огромным впечатлением побежала в парикмахерскую для того, чтобы мне сделали такой красивый шоколадный оттенок. Потом этот шоколадный прекрасный оттенок вообще-то смылся в блондинистый. И я ходила буквально с шатушем. У меня были кончики абсолютно светлые, бледные, белесые, блондинистые, учитывая, что когда-то этот цвет был абсолютно шатенистым и шоколадным. И в итоге я отрастила свой цвет волос, ходила с ним какое-то время достаточно длительное. И потом как-то вдруг начала с каре и закончила брюнеткой. Ну вот, собственно, и все. Подошло к концу наше окрашивание. Пожалуй, единственный минус темной краски в том, что потом очень сложно отмыть кожу. Вот здесь у меня ободочек остается. И также на шее, как бы ты шампунем не терла, все равно на шее остается такой немножечко, немножко грязноватый сероватый подтон, который, естественно, смывается через пару дней. Ну что, помыла я голову. Пока, конечно, навряд ли вам что-то заметно по цвету волос, потому что волос мокрый. Но, конечно, корни намного стали темнее. После того, как они подсохнут естественным путем, я вам покажу результат. Вот мое окрашивание подошло к концу, волос высох. Вот как он у меня в окрашенном состоянии, корни прекрасно себя проявляют. Вроде бы все сделали. Пилинг сделали, маникюр сделали, волосы покрасили. Чего же не хватает? Брови. Точно, смотрите, здесь будут отлично смотреться ламинированные пушистые брови. Как раз летом, чтобы не окрашивать, не наносить кучу продуктов, сокращать время для макияжа, отлично подойдут сюда красивые бровки пушистые. Так что заключительная процедура на сегодня это ламинирование бровей. Приступаем к бровяу. Я уже подготовила здесь свой набор. У меня было на канале видео, где я подробно рассказываю про все этапы, про то, как я делаю, какие средства использую, как в итоге получается. Поэтому я оставлю ссылку внизу под видео. Можете зайти посмотреть. А сейчас буду в ускоренном режиме все наносить, показывать. Так что вы можете просто смотреть и оценивать результат до и после. Продолжение следует... Я на сегодня закончила. Брови у меня смоются буквально через пару дней. То есть краска с кожи смоется полностью, останется только на волосках. Я еще окрасила ресницы на всякий случай, просто черной краской, больше ничего не делала. И, собственно, это вот мой результат. На этом наши бьюти-процедуры закончены. Ну что, ребят, как вам такой формат видео? Пишите в комментариях, как на вас отразился карантин и на что вы готовы пойти в таких условиях. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах. Всем пока!